У меня есть одна вредная коповская привычка. Когда я берусь за дело, я не могу думать ни о чём другом. Я так устала, что всю ночь не смыкала глаз. Что-то в этом убийстве не давало мне покоя, но я так и не смогла понять, что именно. Так, мы пришли на работу. Вот здесь вот есть... Привет, Карла! Как дела? Привет, Дак. Неплохо. Тайлер уже здесь? Насколько я знаю, нет. Ну что, готов уйти на пенсию? Работаю над этим. Подобрали бонус, который открывает, как я понимаю, какие-то дополнительные материалы, какие я пока не знаю. Сразу давайте, чтобы поправить моральное здоровье, попьём кофейку. Приободрились. Поправляемся к себе в кабинет. Здравствуйте. Эй, Франк. Как спалось, Карла? Сон лишняя трата времени. Вот помру, тогда и высплюсь. Вот наши Карла. Привет, Карла. Ты не напомнишь своему напарнику, что он должен мне сто зелёных? Я их уже полгода жду. Ничем не могу помочь, Джеффри. Сам с ним поговори. Он меня сторонится, как чумы. И он же только тебя одну слушает. До скорого, Джеффри. Тайвера всё ещё нет. Нужно ему позвонить. Эй, Карла. Эй, Гаррит. Карла, постой. Я получил результаты тестов по убийству в забегаловке. Отлично. Как Тайвер приедет, мы к тебе подойдём. Хорошо. Всё утро я буду на месте. Вот наш рабочий кабинет. Давайте сразу начнём с тени новостей в интернете. В почту. В почту. Волюм. Скидка на Волюм до 60%, если вы сделаете заказ сегодня. Вы можете выбрать более 300 типов успокоительных, которые будут доставлены к вашей двери. Письмо от Томми. Привет. Привет, Карла. Извини, что долго не появлялся. Я был очень занят на работе. Я зайду к тебе, как только смогу, чтобы рассказать о моих последних приключениях. Целую. Всё это случалось раньше. Кирстен. И что же это должно значить? Таинственное письмо, которое как-то связано с сюжетом, как я понял. От какого-то Кирстена. Новости. Муниципальные выборы в Нью-Йорке. Донателло обеспокоено ростом преступности. Рост преступности серьёзно. Скажется на шансах мэра Марко Донателло выиграть ближайшие выборы на пост городоначальника. За последние два года количество преступлений увеличилось на 15%, самый высокий показатель за последние 30 лет. На вчерашней пресс-конференции Донателло указал на то, что подобный рост имеет место во всех крупных городах страны, и что причиной этого является всё увеличивающее социальное неравенство. Как бы то ни было, мэр пообещал, что результаты его политики станут заметны ещё до окончания предвыборной кампании. То есть в ближайшие три месяца. Так что избиратели ещё смогут решить, способна ли политика Донателло снизить уровень преступности в Нью-Йорке. Погода. Больше снега. Холодный фронт, движущийся из Канады, стал причиной дальнейшего падения температуры по всей стране. В течение следующих сороков восьми часов на востоке и в центре страны ожидаются сильнейшие снегопады. На восточном побережье выпадет до восьми дюймов снега. Холодный фронт будет двигаться к центру и западу, где ожидается сильный ветер и град. Ночью могут быть заморозки. Просим всех водителей соблюдать осторожность. События в мире. Так, ну события в мире, по-моему, я уже читал. Так, в базе данных ничего нет. А вот тут мы нашли бонус в ящичке. Надо немножечко приподнять себе здоровье. Здесь есть такая вот замечательная игра. Глупость, конечно, но думать помогает. Нет, у нас не поднялось здоровье настроение, потому что я не справился с этой игрой. Сыграем еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю. Сейчас вроде получилось. Да, настроение приподняли. Что еще можно здесь в кабинете сделать? Нужно попить водички однозначно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще на пять пунктов поправили здоровье душевное. Тайлер бесится, когда трогают его вещи. Ну, а это рабочее место Тайлера. Тут нам делать нечего. Тайлер так и не выкинул этот баскетбольный мяч. А я-то думала, что он понял мой намек. Ну, ладно, что-то Тайлер задерживается. Давайте мы ему позвоним. Где он там пропадает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Ты смотрел на часы? О, черт. Шевелись. Сегодня утром к нам придет официантка составлять фоторобот убийцы. Уже иду. Как не хочется просыпаться. Но придется. Ну, полежи еще. Прости, детка, но мне правда пора. Я сварю кофе. Хорошо. Иду в душ, одеваюсь и убегаю. Подружка-то у него беленькая. Как хочется спать. Но нет, все-таки надо вставать. Нет, спать не будем. Нужно сходить в душ, справить нужду. За окном уже светло. Наверное, я немного проспал. Фигурка Сокса. Одного из персонажей моей любимой видеоигры. Мне нравится смотреть на нее, когда она спит. Хотя мы знакомы уже два года, она волнует меня так же, как тогда, когда я увидел ее в первый раз. Ты же вроде торопился. Детка, для тебя у меня всегда есть пара минут. Всего пара минут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю. Нет, у меня была одна проблемка. Так что... Ладно, ладно, я мигом. Вот теперь точно уже... Карл узлить не стоит. Ну ладно, на этот раз мне и в самом деле пора. Так, идём в душ. Это не душ. Заблудился в своей однокомнатной квартире. Не-не-не, присаживаться тоже пока не нужно. Вставай. Заблудился в своей однокомнатной квартире. Как тебе бонус? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приняли душ, попьем кофейку и на работу. Куда деваться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэм опять не в духе. И я знаю, что ее гложет. Сэм, иди в постель. Так ты можешь простудиться. Я не замерзла. О, Сэм, прошу, не начинай. Я сегодня умирать не собираюсь. Я устала жить в страхе. Каждое утро боюсь, что с тобой может что-то случиться. Сэм, я тебя понимаю. Тебе просто нужно привыкнуть, вот и все. Ай, милая, ты же знаешь, я не переношу, когда тебе плохо. Может, ты уволишься? Мы могли бы уехать во Флориду и заняться магазином моих родителей. Жили бы как все. Завели ребенка. Сэм, я не создан для такой жизни. Я повидал слишком много жестокости, чтобы вот так внезапно измениться и зажить обычной жизнью. Милая, я знаю, что ты меня любишь, но постарайся меня понять. Все, одеваемся и на работу. Да что ты, это не та дверь. Милая, я хочу тебе что-то сказать. Или нельзя? Видимо, нельзя. Ну ладно, я пошел на работу. Нет, все-таки я хочу ей что-то сказать. Я тебя люблю. Добрались до полицейского участка. Привет, Тайлер. О, тебя ищет Карл. Да, я знаю. Ну что, ты готов уйти на пенсию? Да, я работаю над этим. О, Тайлер, ты посмотри. Как раз тот, кто мне нужен. Вот дерьмо. Помнишь те сто баксов, которые я тебе одолжил полгода назад? Я был бы очень не против, если бы ты вернул мне их как можно скорее. Например, прямо сейчас. Джеффри, неужели ты готов разорвать нашу крепкую дружбу из-за паршивой сотни зеленых? Ты удивишься, но это именно так. Так что гони деньги, пока я не разозлился. Йоу, вот что я тебе предложу. Мы с тобой сыграем в баскетбол на сто баксов. Если ты выиграешь, я сразу отдаю тебе двести баксов. Если нет... Без претензий. Если выиграю, дашь мне две сотни баксов? Я тебе слово даю. Хорошо заметано. Но даже и не думай не заплатить мне, если проиграешь. Потому что... Не волнуйся, когда у меня выдастся свободное время, я к тебе подойду. Официантка еще не пришла? Скоро придет. Гаррит получил результаты. Сходим к нему? Пальто повешу и тогда пойду с тобой. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Да, похоже, зря очкарик согласился на эту сделку с этим ниггером. Что там в интернете? Входящие сообщения на почте. Увеличитель пеница. Получи до пяти дюймов абсолютного удовольствия. Сто процентный результат. Зачем ждать? Посети вантабигр.ком Вирус. Миллионы уже заражены. Запусти приложенные файлы, чтобы предотвратить заражение своей системой. Твои друзья из Quantic Dream Software. Остроумно. Что в интернете? В новостях. Пожизненные заключения для двухсот пир-ту-пир пиратов. Дело звукозаписывающих компаний против пир-ту-пир пиратов не подготовило нам никаких сюрпризов. Суд Лос-Анджелеса приговорил 200 пиратов к пожизненному заключению за нелегальное скачивание музыки в формате MP3. Суд снова указал, что эти пираты обычные преступники и не заслуживаются исходительности. Звукозаписывающие компании остались довольны решением суда. Новые шерты холода. Вчера в штате Мичиган выпало около 16 дюймов снега. Снежные завалы перекрыли множество дорог. А частные аварии стали причиной 11 смертей. Этим утром в горах Нового Гемпшира были найдены трупы двух замерзших туристов. Из-за начавшейся прошлой ночью в штате Агайи снежной бури более 200 грузовиков застряли на дороге. После небольшого улучшения в светлое время суток в течение следующих нескольких дней ситуация продолжит ухудшаться. Водителям рекомендуется до конца недели избегать продолжительных поездок. Новости в мире. Китай озабочен ситуацией в Пакистане. Китайский лидер Ли Хуан сообщил, что он чрезвычайно озабочен текущей ситуацией в Пакистане. Он добавил, что жители Пакистана избрали президента на демократических выборах. И ни одна иностранная держава не вправе подвергать их выбор сомнению. Он также отметил, что Китай отреагирует на вторжение Америки в любое соседствующее с Китаем государство. Официальные источники сообщили о мобилизации на китайско-пакистанской границе 500 тысяч китайских военных. Официальные источники сообщили о мобилизации на китайском языке. Пойдем к судмедэксперту. Карла уже заждалась. Что там с ножом? Снял с него хорошие отпечатки. Они совпали с пальцами на вилке и стакане на столике подозреваемого. Значит, убийца точно сидел за тем столиком. А по лезвию? Как раз хотел сказать. На нем точно есть кровь жертвы. Но странность в том, что также там есть и кровь убийцы. На чашке кофе ты что-нибудь нашел? Только отпечатки официантки. Да это невозможно. Она была наполовину пустая. Кто-то же из нее пил. Что насчет крови в кабинке? Ты не поверишь. Это кровь не жертвы, а самого убийцы. Как это он кровью в кабинке истекал? Понятия не имею. На книге, которая лежала под столиком, были отпечатки? Да. Они совпадают с теми, что были на вилке и стакане. Так что это точно его книга. На вид она довольно старая. Возможно, она нам как-нибудь поможет. И что, ты обо всем этом думаешь? Я не знаю, как объяснить капли крови в кабинке. Жертва могла ранить убийцу в драке, но это все равно не объясняет, почему кровь в кабинке. Как будто убийца сам себя поранил. Почему бы и нет? Недотеп в каждой профессии полно. Может, убийцы тоже бывают? Натянутое объяснение, Гаррит. Каждому свое, Карло. Я делаю тесты, а ты находишь им объяснение. Спасибо за помощь, Гаррит. До встречи. Так и что нам делать? Как раз хотела сказать. На нем точно есть кровь жертвы, а также и кровь убийцы. Хорошо. До скорого.